Госдума отказалась участвовать в работе ПАСИ. Госдума отказалась участвовать в работе ПАСИ 11 часов 28 минут знак авторского права РИА Новости Илья Питалев. Информационное табло о количественном голосовании депутатов на пленарном заседании Государственной Думы России по вопросу дальнейшего взаимодействия с ПАСИ. 17 января 2019 года. Знак авторского права РИА Новости Илья Питалев Москва, 17 января РИА Новости. В этом году Госдума не будет формировать делегацию для участия в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы, сообщается в заявлении Нижней Палаты. Депутаты отметили, что взаимодействие России с Советом Европы по парламентской линии из-за затяжной антироссийской кампании фактически было приостановлено, а сама ПАСИ оказалась в глубоком системном кризисе. В сложившейся ситуации Государственная Дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСИ и возобновления уплаты Российской Федерации взносов в бюджет Совета Европы, говорится в тексте. Подчеркивается, что это решение принято в интересах наших граждан и российского государства. Восемь часов ровно когда надо говорить спасибо, санкция. Россия отказалась от ПАСИ мнения депутатов руководитель фракции Единая Россия Сергей Неверов заявил, что после принятия заявления политологи и эксперты начнут гадать, означает ли это, что Госдума отказывается от присутствия России в Европе, отказывается от демократических ценностей. На самом деле, все обстоит ровным счетом наоборот. Как раз Россия борется внутри ПАСИ за демократические ценности, за право парламентов, вне зависимости от того устраивает точка зрения данного парламента или не устраивает, представлять интересы своей страны и ее граждан, отметил он. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что следующий шаг — выход России из Совета Европы. Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков отметил, что ПАСИ стала одним из инструментов холодной войны. А лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что членство России в Совете Европы, с точки зрения фракции, абсолютно бесполезное и затратное дело. 15 января, 20 часов 02 минуты Слуцкий, ПАСИ ничего не сделало для решения кризиса в отношениях с Россией, противоречия ПАСИ и России, отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСИ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов. В марте в ПАСИ признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям, пришлось на 9% заморозить бюджет организации, дефицит составил 1,5 миллиона евро. В апреле Генсек Совета Европы Турбофьерн Егланд заявил, что если страна не платит взносы в течение двух лет, уставной орган Комитет Министров может рассмотреть вопрос об ее исключении. Для России этот срок наступает в конце июня 2019 года. 10 февраля 2017 года, 14 часов 25 минут Парламентская Ассамблея Совета Европы, ПАСИА, структура и функции ПАСИА, а также взаимоотношения России и Ассамблеи в инфографике. Рео.